СНЛ 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 Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Присутствие славы». Сегодня мы поговорим о проявленной Божьей славе. Это замечательная тема, не правда ли, дорогая? Мы поговорим о том, как Филипп был перенесен из одного места в другое, а также о том, как Иисус после своего воскресения прошел через стены и явился ученикам. Это будет замечательная передача. Вам нельзя ее пропустить. Если вам надо уйти, то запишите ее. Смотрите эту передачу, это будет потрясающе. СНЛ Реально? У нее есть масса, верно? Присутствие Божье, которое есть здесь, хотя вы не видите его, существует. Подобно тому, как вы не видите электричество, но вы чувствуете его, когда вас бьет током. То есть, это энергия в концентрированном виде. Так и Божье присутствие. Вы не видите его, но оно здесь, на этом месте. И его можно назвать энергией, верно? Слава Богу! Вы приходите на собрание больным, изможденным, и вот посреди поклонения вы вдруг наполняетесь энергией. Энергия реальна, ощутима, у нее есть масса, однако она невидима. Когда приходит присутствие Божье, то ваше тело оказывается в нем. Вы понимаете? Это не так, что «я надеюсь, что Бог исцелит меня», но исцеление уже есть в Божьей славе, присутствующей здесь. Вообще-то, вы ведь были сотворены этим самым присутствием, которым является изреченное Слово. Когда присутствие Божье приходит снова, Бог снова говорит Слово и происходит воссоздание. Вы принимаете откровения? Вы понимаете это? Я не проповедую обычные вещи, к которым вы привыкли, поэтому вы, возможно, говорите «Господь, помоги мне понять это». Но мы пойдем дальше. Вы готовы к этому? Аминь. Первый закон термодинамики. То, что существует, не может исчезнуть бесследно, верно? Так что, если вы лысый, то знайте, что ваши волосы где-то находятся, верно? Они не могли исчезнуть безвозвратно. Материя неуничтожима. Даже наука доказала это. Сожженное вещество переходит в пепел. Материя переходит в другую форму, но никогда не исчезает окончательно. Вы понимаете? Поэтому мертвые во Христе, даже если их тело обратилось в пепел, воскреснет. Как? Вы получаете откровение? Когда приходит слава Божья, и кто-то говорит, ну, например, у вас нет зубов или волос, и кто-то провозглашает, волосы, возвратитесь. И волосы реагируют. Творение может реагировать, подобно смоковнице, верно? И волосы также могут реагировать. Можно сказать, волосы, возвратитесь на голову этого человека, даже если он потерял их 10 лет назад. И они возвращаются, они реагируют. То есть творение реагирует на славу Божью. Вы понимаете? Здравствуйте. Мы снова приветствуем вас на передаче «Присутствие славы». Сегодня мы будем говорить о проявленной Божьей славе. В прошлый раз мы говорили о том, что все творение сотворено из звуковых волн. Даже предметы сотворены из звуковых волн, и они могут слышать и реагировать. Так что все творение состоит из звуковых волн и может реагировать, даже если оно находится на далеком расстоянии. Вы можете обращаться к нему. Мы видели, как это происходит. Во всем, что нас окружает, есть звуковые волны. В ключах, в паспорте, в водительском удостоверении. Во все это вложены звуковые волны. Так что если вы их потеряли, вы можете приказать им вернуться. Они услышат и вернутся. Мы знаем это из собственного опыта. Много раз, когда мы забывали, куда положили, или же когда мы теряли ключи, паспорт, водительское удостоверение, авиабилеты, мы провозглашали, приказывали им вернуться. И всякий раз, когда мы делали это, они возвращались. В них содержатся звуковые волны, поэтому они способны слышать и слушаться вас. У Иезекииля был подобный опыт, когда он приказал костям снова соединиться. И они услышали и послушались его. В 37 главе книги Иезекииля написано, что кости соединились. Такие примеры не раз встречаются в Библии. Помните, когда Елисей приказал топору всплыть? Мы объясним, как это происходит. Я хочу показать вам вот эту схему. Четыре точки. Вы видите эти четыре точки. Если бы я взял эти четыре точки и разместил их на четырех углах футбольного поля, то вы бы не увидели их, потому что они перешли бы в расширенную форму. Когда слава Божья приходит в расширенной форме, то вы не можете увидеть ее своими физическими глазами, но она присутствует. Так происходит, когда говорят слово знания, приказывая волосам вырасти, или когда говорят водительское удостоверение, вернись во имя Иисуса. И тогда материя проявляется в сжатой форме так, что вы можете увидеть ее. Например, ангелы. Вы не видите их, но чувствуете их присутствие. Иногда они приходят в видимой форме, и тогда вы можете реально видеть их. Ангелы могут проходить сквозь стены. Так же и Иисус проходил сквозь стены, когда Он явился Своим ученикам. И люди так же могут переживать такое перемещение в духе. С тобой когда-нибудь такое происходило? Да, происходило, и несколько раз. Когда мы были в Новой Зеландии, то до места, где мы должны были служить, надо было ехать час. Но каждый вечер у нас уходило на это примерно 15 минут. И так происходило 4 или 5 раз. Наш водитель удивлялся. Эй, обычно на дорогу уходит час, а мы доехали за 15 минут. Он был потрясен. Когда вы в присутствии Божьей славы, то ваш молекулярный строй находится в расширенной форме. И вы можете двигаться быстрее. Вы можете проезжать сквозь другие машины и достигать места назначения за более быстрое время. Также у нас был опыт такого перемещения в духе во Франции. Мы должны были добраться до места назначения за 8 часов. Но у нас это заняло 2 часа. Вместо 8 мы добрались туда за 2 часа. Это было чудо. И мы спрашивали, как мы смогли добраться туда за 2 часа? Это было потрясающе. Тело, как мы говорили, состоит из звуковых волн. Все творение сотворено из них, верно? Поскольку вы сотворены из звуковых волн, вы замечали, что когда вы поклоняетесь Богу, часами пребываете в Его присутствии, то вдруг начинаете чувствовать себя все более и более легким, и вам начинает казаться, что вы сейчас улетите. Когда ваш дух преодолевает вашу плоть, ваше обычное человеческое естество, тогда Он обретает полный контроль, и вы оказываетесь способным идти туда, куда ваше физическое тело пойти не способно. Вот так ангелы проходят сквозь стены. Когда Иисус воскрес в прославленном теле, Он мог проходить сквозь стены. Когда вы звоните по сотовому телефону, то звуковые волны проходят прямо через стены. То есть звук проходит через стены. Поскольку вы состоите из звуковых волн, то вы также можете проходить сквозь стены, верно? Итак, творения реагируют. В частях тела также содержатся звуковые волны. И они также способны реагировать. Помните про сухие кости из книги Изекииля? Откуда кости знали, каким именно костям им надо прикрепиться? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Это были мертвые кости, они лежат в этой долине. И вот один парень приказывает им соединиться, так будто бы у этих костей есть что-то вроде разума. Что если бы кости собрались в мужчину, но женской головой? Ой, что ты сделал? Что вообще происходит? Я имею в виду, что творение реагирует и понимает. Кому-нибудь понятно? Некоторые думают, это звучит как-то странно. Но об этом написано в Библии, и это подтверждено наукой. Я пытаюсь объяснить вам чудеса воссоздания, чтобы вы поняли внутренний механизм этого явления. Вам понятно? Аминь. В моей книге это объяснено более подробно, друзья. Джон Пэм составил диаграмму. Но если бы я взял лист бумаги вот так и нарисовал четыре точки, одна, две, три, четыре, вы представили себе четыре точки? Вы видите их? Но если бы я взял эти четыре точки и разместил их по четырем углам этой палатки, то вы бы не увидели точек, но вы бы знали, что они там, потому что я поместил их туда. Так что, хотя вы их и не видите, вы знаете, что они там. Когда приходит присутствие Божьей славы, то чудо уже есть. Вы это знаете, хотя и не видите его. Оно уже присутствует в духовной сфере. Когда приходят ангелы. Кто из вас знает, что очень часто вы можете ощущать их присутствие? Иногда их видят, но таких людей очень мало. Большинство просто ощущает их присутствие, так как они уже присутствуют в духовной сфере. Вы слушаете? Иногда Бог делает так, что из духовной сферы что-то переходит в концентрированную форму. И тогда вы видите это. Например, чудо пересотворения. Оно здесь, в атмосфере. Потом оно концентрируется, точки соединяются, и вы видите его. Вам понятно, о чем я говорю? Молекулярная структура вашего тела в буквальном смысле изменяется, когда вы в Божьей славе. Это доказано. К вам возвращается энергия, которая убивает вирусы. Медики утверждают, что люди, которые ходят в церковь, живут дольше тех, которые не ходят. Исследования доказали, что когда вы в Божьем присутствии, в котором вы можете достичь любых высот, то с вашей молекулярной структурой всегда что-то происходит. После того, как Иисус умер на кресте и воскрес, как Ему удавалось переходить через стены? Он проходил через стены. Помните? А как он делал это? Он был в прославленном теле. Когда вы находитесь в Божьей славе, вы чувствуете себя большим в духе. Смит Вигглзворд говорил, что внутри он в тысячу раз больше. Когда вы в Божьей славе, вы чувствуете себя великаном. Вы увеличиваетесь. Ваши молекулы в расширенной форме. В этой форме происходит перемещение в духе, и вы можете оказаться на третьем небе. В Айоминге произошел поразительный случай. Группа людей, пастор и члены церкви ехали в церковном микроавтобусе на встречу с Дэвидом. Они ехали из Айоминга в Монтану, и езда занимала примерно 15 часов. По дороге назад им навстречу выехала запряженная лошадью повозка. Тут они вспомнили о перемещении в духе, о том, что в присутствии Божьей славы молекулярная структура расширяется, и они надеялись, что в это мгновение именно это и произойдет. Они помолились, и эта повозка прошла сквозь них, вместо того, чтобы с ними столкнуться. Когда они открыли глаза, повозка ехала своим путем в другом направлении, а они не получили даже царапины. И там был офицер полиции, который наблюдал всю сцену. Он был там и все видел. Поэтому на следующий день они позвонили в полицейский участок, чтобы узнать, кто в то время дежурил на дороге. И тот офицер сказал, что он не мог поверить своим глазам. Он увидел, как они проехали сквозь повозку. Он видел, как церковный микроавтобус проехал сквозь повозку, вместо того, чтобы столкнуться с ней. Так что в состоянии Божьей славы, ваша молекулярная структура расширяется. И вы можете проходить сквозь предметы, сквозь стены или машины. То, что происходит в этом состоянии, просто изумительно. Да, действительно. Это напомнило мне один случай, который произошел во Франции. Мне надо было добраться из Парижа в Бельгию. Я уже опоздал на служение. Оно начиналось в 7, а я выехал в 7.45 из-за проблем с машиной. Простите, я выехал в 7.30. Когда я ехал, я стал поклоняться Богу. Зная, что я не успею к началу, я уже позвонил пастору. Так что я радовался в Господе, поклонялся Ему, и вдруг я стал чувствовать себя все более и более легким и добрался до места за 45 минут вместо трех часов. Я зашел в церковь в 8.15 вместо 10.30 вечера. Меня стали спрашивать, «Как это ты добрался сюда так быстро? Ты ведь звонил нам в 7.30. Ты должен был приехать в 10.30. Каким образом ты добрался сюда за 45 минут?» Это было чудо. Я проезжал сквозь автомобили. Как возможно проезжать через предметы? Опять-таки, мы состоим из звуковых волн. Когда я стал поклоняться, то пришла слава Божья. Я оказался в присутствии Божьей славы и стал проезжать через машины, подобно тому, как звуковые волны проходят сквозь стены. Высокочастотные волны могут даже разбивать стекло. Вот что происходит в состоянии славы, когда молекулы принимают расширенную форму. Вы помните, как Иисус исчез в толпе? Как Он это сделал? Он перешел в расширенную форму. Его молекулы стали расширяться, и люди уже не могли Его видеть. Они взяли камни, чтобы убить Его, но Он исчез в толпе. Так говорит Библия. Когда приходит слава Божья, происходят необычные, потрясающие вещи. Сейчас вы станете свидетелями чудес, и я воодушевляю вас приготовить свой дух к этому. Не просто смотрите, но участвуйте, войдите в Божью славу. Я молюсь о том, чтобы по мере того, как вы будете принимать эти новые откровения в свой дух, происходили чудеса. Если вы поверите, то сами будете свидетелями чудес, и увидите, насколько быстро они станут происходить в вашей жизни. Что произошло? У меня не было заднего зуба, и вот он вырос. Он говорит, что у него не было заднего зуба, но он вырос. Люди видели, как он рос. Люди видели, как он рос? Да, она видела, как он рос. Друзья, люди видели, как рос этот зуб. Я чувствовал там пустое место, а потом... Задний зуб? Вот это, да? О, да, я вижу. Там ничего не было? Да. Он там. Да. Объявили молитву о зубах, а у меня не было заднего зуба. После молитвы я стал ходить по залу, и тут мне сказали, скажи нескольким людям. Я сказал, трем, четырем, а потом говорю, нет, не буду больше этого делать. Но он продолжал, говорит, скажи семерым. Нужно подтверждение семерых. Я подошел к седьмой женщине, она посмотрела, и я говорю, я верю, что у меня вырастет зуб. Подошла другая женщина, посветила фонариком, и увидела, что зуб вырос. Потом она еще кому-то сказала, а за это время зуб еще немного подрос. Таледи сказала, что увидела, как он прорезается сквозь зисну. Я немного старова для того, чтобы у меня резали зубы, но я знаю, что если Господь сделал это для меня, Он может сделать это и для вас. Покажите всем. Смотрите, смотрите, я хочу, чтобы все увидели. Это чудо, и оно поможет другим. Она немного смущена, она смущается и говорит, но вы сами видите. Она едва могла выйти из машины, потому что у нее была очень тесная юбка. На это у нее уходило много времени. Она попросила свою портниху сшить ей юбку поуже, а потом извинялась, что ей требуется столько времени, чтобы выйти из машины, но теперь она чувствует, что юбка ей велика. Сказала портнихе сшить тесную юбку? Я знаю, что Бог способен сделать чудо, поэтому я буду носить тесную юбку. Вы сказали о двух вещах. О моем весе и о моих ступнях. Я стал ходить, и вот эти брюки, которые раньше были тесными, из-за моего брата я не успел их поменять. Они были тесными, а теперь они велики. Они велики. Это мои старые брюки, и также сейчас я не ощущаю никакой боли в ступнях. Я могу ходить свободно. Я сидел на служении, и Дэйв сказал слово о людях с проблемами ступней. Он сказал нам встать и начать ходить. Он сказал, что Господь исцелит нас, и также Он дал слово о потере веса. Я встал и стал ходить, веря, что Господь исцелит меня и избавит от лишнего веса. Когда я ходил, я почувствовал, как Господь прикоснулся к моему телу. И когда я вернулся на свое место и почувствовал, что мой вес уменьшается, я почувствовал сильный жар и боль в ступнях, которую я испытывал 7 лет, прошла. После того, как было дано слово, Господь прикоснулся к моему телу. Вся моя старая одежда мне теперь велики. Вот мои старые брюки. На другом собрании мне стало так жарко, что я вспотел, вес уменьшается, и я раздаю славу Богу. Он прикоснулся к моему телу и исцелил меня. Он сотворил великие чудеса, и я знаю, что Он продолжит их творить. Это было около трех лет назад, когда Дэвид Херцог был и служил здесь. Он служил и говорил слова знания. Одно из этих слов было вот таким. Волосы людей вернутся к прежнему состоянию, восстановят первоначальный цвет. Когда я услышала это, то не придала этому значения. Я наслаждалась служением и поклонением. Через полчаса пришла пара, и они сели позади нас. И вот они говорят мне, «Ваши волосы все больше и больше темнеют. Мои волосы были вот такими седыми. Вся голова была седой. Но сейчас, после собрания, они черные. Они темнеют больше и больше, но раньше все они были такими». Это было служение, которое проводил Дэвид. Он проповедовал о чудесах и знамениях. Когда объявили молитву о ступня, я побежал к платформе, потом вернулся и сел, то есть я стоял. Там была женщина из нашей церкви. Дэвид говорит, «Я чувствую, что у кого-то появились золотые зубы. У людей появились золотые зубы. Так что все проверьте. Не вы ли это?» Пастор говорит мне, «Ну-ка, открой рот». Я говорю, «Да ладно». Но он сказал, «Дай же, я посмотрю». Я сказал, «Ну хорошо, смотри». Он вскрикнул. Я говорю, «Что такое?» Он говорит моей жене, «Эй, Ширли, иди посмотри, что есть во рту твоего мужа». Она тоже вскрикнула. Я говорю, «Да в чем дело?» Впереди сидела леди, которая поправляла макияж. Так вот, она повернулась и тоже вскрикнула. Я взял зеркало, посмотрел, а там, «Вау!» Четыре золотых зуба. Разве эти чудеса, которые вы только что видели, не потрясающие? Бог хочет сделать для вас чудо прямо в вашем доме. Мы помолимся, произнесем слова знаний, и люди, смотрящие эту передачу, будут исцеляться, в том числе и вы. Когда мы начнем молиться, протяните руку к экрану, и я верю, что Бог прикоснется к вашему телу. Да, Господь Бог, сейчас я молюсь, чтобы Твой Дух прикоснулся к людям, смотрящим эту программу. Я молюсь, чтобы та же слава, что есть здесь, небесная слава, прикоснулась ко всем телезрителям. Мы молимся о том, чтобы все больные клетки исчезли прямо сейчас во имя Иисуса, чтобы Твоя слава заставила их исчезнуть, чтобы части тела были восстановлены во имя Иисуса. Мы проклинаем каждую болезнь и немощь во имя Иисуса. Господь Бог, мы благодарим Тебя за то, что тело каждого человека подчинится Слову Божьему. Положите руку на больную часть тела. Я вижу людей с проблемами позвоночника, со сколиозом. Ваша спина будет исцелена. Спина, будь исцелена во имя Иисуса Христа с силой Божьей, присутствующей здесь. Творец, создавший Тебя, восстанавливает Тебя прямо сейчас во имя Иисуса. Примите исцеление. Пусть люди получат исцеление каждой части своего тела во имя Иисуса. Я молюсь о тех, у кого отсутствуют позвоночные диски. Господь, я молюсь, чтобы Ты восстановил эти диски во имя Иисуса. Убери боль в копчике из-за отсутствующего диска. Я молюсь о том, чтобы этот диск был восстановлен во имя Иисуса. Господь, я молюсь, чтобы Ты полностью исцелил это плечо во имя Иисуса. Чтобы каждая мышца, каждая кость были полностью исцелены и восстановлены во имя Иисуса. Я также вижу, что Вас мучит сильный кашель. Я молюсь, Господь, чтобы ты исцелил его от этого кашля во имя Иисуса. Отец, чтобы не понадобилось никакого лечения. Я вижу, как Бог исцеляет людей от инсулино-зависимого сахарного диабета. Уровень сахара приходит в норму во имя Иисуса. Люди с любыми болезнями крови, какие бы они ни были, будьте исцелены во имя Иисуса. Деформированные стопы исцеляются. Люди исцеляются от мозговых опухолей. Давайте протянем руки к больным людям. Люди исцеляются от любых болезней. Мы приказываем всем болезням уйти. Все болезни не от Бога. Недостающие части тела. Будьте воссозданы во имя Иисуса, в том числе и барабанные перепонки. Бог, я молюсь о том, чтобы ты восстановил зрение прямо сейчас во имя Иисуса. Восстанови способность видеть не только физическую способность, но и духовную. Господь Бог, я молюсь о том, чтобы ты восстановил зрение. Отец, во имя Иисуса, исцели глаза больных людей. Господь, я благодарю Тебя за воссоздание различных частей тела. Я молюсь о том, чтобы ушла всякая депрессия, печаль, разочарование, гнев, негодование во имя Иисуса. Все, что мешает исцелению людей. Все, что мешает им принять чудо. Я молюсь во имя Иисуса, пусть они избавятся от всего этого. Отец, Господь Бог, я молюсь, чтобы Твоя слава исцелила их дух. Убери всякую депрессию, всякую обиду прямо сейчас во имя Иисуса для Твоей славы. Пусть они переживут Твою славу здесь, на земле, во имя Иисуса. Слава Богу. Милая, помолись за тех, кто не знает Иисуса Христа лично и кто хочет установить с Ним личные отношения. Вы не знаете Христа? Вы видели эту передачу? Хотите, чтобы все эти чудеса происходили в вашей жизни? Для этого нужна одна простая молитва. Повторяйте за мной, хорошо? Отец Небесный, я молюсь о том, чтобы Иисус Христос стал моим Господом и Спасителем. Прости мне все мои грехи. Прости мне, о Бог, все неправильные дела и поступки. Я молю Тебя, омой меня Твоей кровью. Смой все мои грехи. Убери их словно снег. Я молюсь, о Бог, во имя Иисуса, чтобы Ты очистил меня и освободил от всех оков рабства в моей жизни. С этого самого момента я хочу жить для Тебя. Измени мою жизнь. Господь Бог, сделай меня новым творением в Тебе. Помоги мне жить новой жизнью с Тобой. Я молюсь, чтобы Твой Святой Дух пришел и наполнил меня прямо сейчас Твоим присутствием, Твоей силой. Помоги мне жить в Тебе каждый день моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой впервые, напишите нам об этом. Мы приветствуем вас в семье Божьей и любим вас. И это только начало того, что Бог будет делать в вашей жизни. Рад представить вам мою книгу «Открытые тайны Божьей славы». В ней рассказывается о том, как двигаться в даре чудотворения, как действовать в сфере чудес и знамений и обрести Божью мудрость, как понимать проявление ангелов, перемещение людей в духе, чудесное единство, «Возвращение к основам веры и Божья слава в финансовых чудесах». Читая книгу «Открытые тайны Божьей славы», вы получите благословение, переживете прикосновение Творца и испытаете Божью силу. Вы можете заказать ее. Зайдите на сайт, адрес которого вы видите на своем экране. Привет! Надеюсь, вам понравилась эта передача. Мы рады тому, что она касается миллионов людей по всему миру. Мы постоянно пытаемся увеличить эфирное время по мере поступления средств. Если вы думаете, ой, это хорошее служение, это что-то новое, оно касается людей по всему миру, тогда напишите нам. Также вы можете сделать пожертвование любви, чтобы помочь нам достичь вашей страны и тех мест, куда еще не пришла благая весть. Мы заметили, что когда вы отдаете Богу, то приходит слава и благоволение Божье. Те, кто дают мало, мало и получат. А дающие много, получают много. Это истина. Я заметил, что вы получаете не только финансовое благословение, но и становитесь причастниками благословения, которые есть на этом служении. Вы становитесь причастниками благодати, благословения и благоволения. Ваши жизни начинают происходить сверхъестественные вещи. Мы видели это в своей жизни, когда жертвовали на другие служения, так что отдавайте Богу от всего сердца, отдавайте столько, сколько вы можете, и мы верим, что вы будете благословлены не только в финансовой сфере, но и в духовной, эмоциональной и во всех других сферах вашей жизни. То же благоволение, что есть на этом служении, будет и на вашей жизни. Мы очень любим и благодарим вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо вам, друзья и партнеры. Благодаря вам вещание этой программы стало возможным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин